Всем привет! Это уроки по GoLang и мы продолжаем. Сегодня третий урок. Мы разберем указатели, структуры и массивы. Поехали! Начнем с указателей. Значит, в GoLang есть указатели. Указатели содержат ссылку на адрес памяти, где записано значение. Создадим переменную a, запишем в нее строку hello world. И переменную b, в нее запишем 42. Теперь мы создадим переменную p и в нее запишем ссылку на значение a. Таким образом, давайте выведем на экран, чтобы у нас не было ошибок. То есть, мы в переменную p записали ссылку на значение a. В переменной p нет значения. Переменная p ссылается на значение в a. Когда мы создаем переменную и записываем в нее строку, в данном случае hello world, или значение целочисленное 42, GoLang, как внутренними механизмами, занимает память определенную и занимает эту память по определенному адресу. Вся память это такие ячейки. И у каждой ячейки есть адрес. Этот адрес обычно в шанс-феричной системе указывается. И когда мы говорим, что p – это ссылка на a, то в p – не значение a, а ссылка. То есть, адрес в памяти, где лежит значение, которое мы поместили в переменную a. Таким образом, мы сейчас сделали так, чтобы p ссылалось на значение a. Если мы сейчас это запустим, давайте запустим, то у нас вывелось hello world, это мы вывели строку a, 42, это мы вывели b, и 0xc4096220. Это адрес, то есть это мы вывели p. Это адрес, по которому находится значение a. Ссылка на a. Мы можем получить значение из этой ссылки. Сейчас вот это уберем. Мы можем получить значение из этой ссылки. Для того, чтобы получить… Да, значит, смотрите, как мы создали ссылку. Мы поставили амперсант, знак амперсант перед переменной. Таким образом, мы получили ссылку на переменную. Теперь по ссылке мы можем получить значение переменной. Для этого мы ставим звездочку и пишем переменную, в которой находится ссылка. Звездочка p. То есть теперь мы здесь выводим просто ссылку, а здесь мы выводим значение по ссылке. Ссылка, значение по ссылке. В данном случае hello world. Звездочка p, да? Мы вытаскиваем значение по адресу. То есть что делает going? Going видит в p 0xc вот этот набор чисел, идет по этому адресу в памяти, забирает оттуда значение и передает его в функцию print.vn. Таким образом, мы его выводим на экран. Также по ссылке мы можем изменить значение. Мы пишем звездочка p и пишем oh my. То есть мы меняем значение по ссылке. То есть на самом деле мы идем по ссылке в памяти, вот по этому адресу 0xc, видим там значение и туда записываем новое значение. И теперь, когда мы выведем переменную a, она все еще ссылается на вот по этому адресу. А мы только что по этому адресу поменяли значение. То есть здесь мы увидим новое значение. Oh my. Хотя мы переменную a вообще не трогаем пока что. Мы играемся со ссылкой на переменную a. Со ссылкой на переменную a. Теперь мы увидели. То есть мы через ссылку на переменную a, которая у нас в p, изменили значение a. Точно так же и с числами. Когда мы в b записываем 42. Далее мы создаем ссылку на b. У нас b 42. Ссылка на b это g. И теперь мы меняем значение по ссылке. Берем значение по ссылке и делим его на 2. И теперь мы получим, мы выводим b. И поскольку мы взяли значение по ссылке, поделили его на 2 и присвоили его значению по ссылке. То есть мы его присвоили внутрь b. И мы получаем 21 в b. Хотя саму b мы не трогали. Мы работали с переменной b через ссылку g. И здесь надо запомнить две важные вещи. Чтобы создать ссылочку, надо поставить amp. А это мы получаем ссылочку на a. Точнее не создать, а получить. Чтобы разыменовать ссылку, то есть получить значение по ссылке, вытащить из памяти по адресу, мы ставим звездочку. Таким образом, мы уже работаем не с ссылкой, не с ссылкой, а со значением по этой ссылке. То есть мы работаем с физически, с переменной, по сути, a. Со значением переменной a. И в отличие от языка c, в языке go нету арифметики с указателями. Нету арифметики с указателями. Так, с указателем мы закончили. Переходим к структурам. В GoWang нету классов. И именно когда я в первом уроке говорил, что GoWang подходит для изучения в качестве первого языка, потому что он не стандартный, не такой, как Java, не такой, как C++. И его будет проще понимать новичкам. Первое отличие от всех тех языков, о которых я перечислил выше, это отсутствие класса. В GoWang есть типы. И это ключевое слово type. Далее, имя, как класс. И это структура. То есть в GoWang есть структуры. Структуры – это логическое объединение набора полей. То есть мы здесь можем написать x, сказать, что это int, и y, сказать, что это int. x и y большими буквами, мы об этом будем говорить не сегодня, в следующих уроках. Это отвечает за область видимости переменных. Мы об этом отдельно поговорим. Точнее, не переменных, а полей класса. Полей структуры, не класса. Очень часто допускаю ошибку, когда общаюсь по поводу GoWang и кода. Говорю класс, а на самом деле имею в виду структуру. И чем больше я пишу на GoWang, тем больше, когда я потом пишу на Python или на Java, начинаю общаться по поводу кода, говорю, ну там структура, а имею в виду класс. Потому что в Java класса, в Python класса. А в GoWang нет класса. Тут есть структура. И поскольку структуры – это логическая такая агрегация, агрегация полей, то мы можем создавать эти объекты. мы создадим переменную P и присвоим ему значение point. И в фигурных скобках мы заполним x и y. x поставим в 1, y и 2. Вот мы создали структуру, создали экземпляр структуры. Записали его в P1. Теперь мы можем вывести его, очевидно. Ну, и это будет выглядеть один-два фигурных скобках. Ничего такого. Далее мы можем работать с полями этой структуры. x и y. Да, можем вывести отдельно x, также можно вывести отдельно y. С этими полями можно работать. То есть мы можем их не только прочитать, но и изменять. Ну, вот мы теперь в x записали 1, 2, 3. Поэтому теперь, когда мы выведем еще раз всю нашу структуру, мы получим 1, 2, 3, 2. Соответственно, поля можно менять. Причем не обязательно создавать всю структуру, заполняя все поля. Мы можем создать сейчас заполнить только какие-то выбранные поля, например, только x. Добавить туда 1, 2, 3. Что, кстати, интересный факт. Если я заполняю x на новой строке, то есть в столбик, да, x, y и все поля, то у последнего элемента должна быть запятая. Видите, у y запятая, у x запятая. Должна быть. Если же я это делаю в строку, запятая не нужна. Если я ее поставлю, go and, да, и the e скажет мне, что redundant comma, что comma не нужна. Если я это делаю в строчку. Если же я это делаю в столбик, то сейчас уже ругается компилятор, он говорит, что на последнем, на последнем поле нужна запятая. Вот. Мы создали p2, это структура point, и инициализировали только x. И когда мы его выведем, то y будет равняться 0. По умолчанию. 0. Она проинициализировалась с дефолтным значением для типа. Соответственно, какая-нибудь строка. А, так нельзя. Просто s. А, сейчас. Да. Какая-нибудь строка s, да, если ее не проинициализировать, она проинициализируется пустой строкой. Не очень хорошо видно. Но давайте мы ее вот здесь проинициализируем, а больше нигде не будем. То есть, здесь она есть, а здесь пустая строка, на самом деле. На самом деле пустая строка. И для каждого типа данных дефолтное значение какое-то свое. Да, какое-то пустое. Да, пустая строка, ноль, то есть. Но значение будет. Не будет такое, что оно now. Да, как, например, в Java. Или в Python'е none. Да. Значение обязательно будет. Просто некое пустое дефолтное. На указатели также можно ссылаться. То есть, мы можем создать g и сказать, что это ссылка на структуру P1. На экземпляр структуру P1. На переменную P1. И также мы можем сказать, что вывести g, получить x. И у ссылки на структуру получить x. И мы получим 123. Соответственно, если мы выведем g просто, просто g выведем, мы получим вот такое значение. То есть, мы получим ссылку на структуру, но при этом мы получим саму структуру. То есть, мы не получим адрес памяти в данном случае. В данном случае мы не получаем адрес памяти. Соответственно, если мы разоминуем структуру, поставим звездочку P1, то мы получим уже структуру. Не ссылку на структуру, а структуру. Это ссылка на G, не туда. Вот ссылочная структура. А это просто структура, полученная по ссылке. Но, если, как вы уже заметили, если мы сделаем ссылку на ссылку на структуру, ampersand G, то мы получим адрес памяти. И, да, мы здесь можем сказать, создаю ссылку, а потом разоминовываю ее. И мы получим ссылочную структуру. Со структурами, в принципе, все. Нет, давайте еще один момент разберем. У структур могут быть методы. Я немножко затрагиваю эту тему рано, но я думаю, что имеет смысл уже об этом сейчас сказать. Мы можем создать, то есть, как в обычных языках, да, есть классы, у этого класса есть поля и есть методы. И здесь структура, и, как вы видите, методов здесь нет. То есть, у структуры только поля. По сути, это контейнер для данных. И что, в Гоуэнге эту проблему, не проблему, а обустроили методы у структуры иначе. И делаются они следующим образом. Пишется func, ключевое слово. После чего в круглых скобках пишется структура. У какой структуры мы делаем метод. И пишем имя метода. Дальше все стандартно. Дальше все стандартно. И внутри метода мы можем обращаться к экземпляру структуры. Например, спринтить x и y. Да? Спринтить x и y. Вот мы создали метод. Причем метод можно вызывать как у структуры, так и у ссылки на структуру. Ну и теперь давайте создадим p1. Point. All fields. 1, 2. Hello. И вызовем. Ну давайте еще здесь в методе спринтим еще и s. То есть она выводит все. И теперь у p1 точка появились. Мы видим доступ, имеем доступ к полям. И мы видим метод. И можем его вызвать. И теперь когда мы исполним нашу программу, вызовется метод, который выведет 1, 2 и hello. И все будет работать. Также мы можем сделать p2 и сказать, что это ссылка на p1. И у p2 мы можем вызвать метод. То есть мы у ссылки на структуру вызываем метод. Точно так же. Все точно так же будет работать. Едем дальше. Переходим к массивам и слайсам. Итак, в массиве есть, в GoWang есть массивы. Давайте создадим, объявим такой. 2 string. То есть переменная a это массив типа string, в котором может быть 2 элемента. И теперь мы их можем заполнить. Скажем, что в первом элементе массива будет слово hello. первым элементом на нулевом, по нулевому индексу. Отсчет с нуля. Нулевой элемент это первый элемент. Первым элементом будет world. Если я сейчас захочу засунуть в массив еще один элемент. Во-первых, у него нет методов, чтобы положить туда значение. То есть нет метода добавить в массив. А если я захочу это сделать по индексу, то заботливый компилятор скажет, что invalid array index 2. Out of bounds для двухэлементного массива. То есть здесь у меня два элемента. Поэтому вот два элемента туда добавил. по индексу. И третий я добавить уже не могу. Если я сейчас изменю двоечку на троечку, то третий элемент положить можно будет. Можно будет. Но не будем этого делать. То есть здесь у нас ошибка. Invalid array index. И мы можем... Давайте спринтим этот массив, чтобы посмотреть. Вот он такой красивый. В квадратных скобочках. Ничем не разделено ничего. И, соответственно, мы можем обращаться по индексам к элементам массива. Да, мы можем спринтить первый. Второй элемент по индексу 1. Первый элемент будет по индексу 0. Первый элемент будет по индексу 0. Также вы можете заранее проинициализировать массив. Создать, например, чиселки. Да. Нам вар не надо. Создать чиселки. Это будет массив. Интов. И 1, 2, 3. Нам надо указать здесь количество элементов. Вы можете сказать компилятору, компилятор, посчитай мне, пожалуйста, количество элементов. Три точки вместо размерности. И компилятор заботливо посчитает. И здесь мы можем изменить значение по индексу. Но когда мы захотим вылезти за рамки индекса массива, он говорит, что Invalid array index все то же самое. Ошибка. Все то же самое. Invalid array index 3. Out of bounds для трехэлементного массива. То есть он посчитал, что здесь три элемента. И четвертый элемент вставить не дает. Четвертый элемент вставить не дает. И массивы не очень гибкие. Массивы не очень гибкие. И получается, они не так часто встречаются, они не так удобные, они не такие гибкие. Их, в принципе, используют только в тех случаях, когда это нужно, когда это оправдано, когда есть экономия памяти, и когда не должно быть изменения длины массива. Есть три элемента. Больше быть не может. И это массивы. А, это массивы. Помимо массивов, я их сейчас не буду удалять, сложу функцию. Помимо массивов, в GoLang есть слайсы. Кусочки, так называемые. Слайс от кусочка отличается тем, что он не имеет фиксированной длины. Вот. То есть мы, по сути, объявление такое же, как и у массива. Но мы просто ничего не пишем в размерность, да, в фигурные скобочки, в квадратные скобки перед типом данных. То есть мы пишем в квадратные скобки тип данных, и потом в фигурных скобках перечисляем значения. Да, здесь можно их перечислить точно так же в столбик, как и в структуре, и у последнего элемента понадобится поставить запятую. Так создать, инициализировать слайс тоже можно, когда необходимо, для читаемости кода. Далее. У слайса можно точно так же, как у массива, изменить значение по индексу. Но у слайса, в отличие от массивов, есть еще методы, такие как append, appendassign и append. Что такое appendassign? Appendassign – это мы добавляем элемент в слайс. То есть у нас ABC, и мы добавляем D. Мы изменили первый элемент массива, нулевой, вместо A сделали единичку, и добавили еще D. Причем, значит, просто append, это вот, ну, это просто синтек, ну, это... Вот просто append, он просто добавит в letters что-то, и скажет ошибка. Мы добавили, но не используем новый массив. Вот, то есть вот эти методы, которые нам дает EDE, appendassign, append, append, это просто макросы, да, грубо говоря, макросы EDE, чтобы недолго писать, чтобы поменьше писать. Чтобы нажал appendassign, она сама все вставила. Помимо вставки одного элемента, можно вставить несколько элементов сразу, перечислив их просто через запятую. То есть здесь можно перечислять и перечислять и перечислять. И они все ставятся в массив в том порядке, в котором вы... Слайс, прошу прощения. Слайс в том порядке, в котором вы их перечислили. И теперь давайте мы выведем наш слайс на экран. И вот он, один, b, c, d, e, f и так далее. При этом массив можно инициализировать и пустым, без значений. Для этого мы используем ключевое слово make, которое требует тип и размерность. Например, string 3. Мы создадим слайс размером 3. Три элемента. И это все еще слайс, не массив. Теперь давайте его заполним. Все те же abc будут. А он у нас в abc сверху. Давайте 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да. И теперь, когда мы попытаемся засунуть еще один элемент, нам компилятор ничего не говорит. У нас все хорошо. Давайте запустим. Опа. Паника. У гола ленга случилась паника. Потому что мы создали массив. Слайс. Размером 3. Но пытаемся засовывать четвертый элемент. И гола ленга этого сделать не может. Он говорит, индекс out of range. Потому что у нас массив. Слайс. Размером 3. А мы четвертый элемент пытаемся добавить. Но поскольку это слайс, а не массив. Мы можем create слайс. Сделать append assign 4. И вывести наш массив. Наш слайс. Наш слайс. Я вот все еще называю это массивом. Из других языков. Привычка. Надо от нее избавляться. Мы добавили в слайс четверочку. И теперь у нас массив стал больше. Хотя изначально мы его объявляли. Что он 3 элемента. У слайса есть 2. 2 свойства. Это cap и len. Давайте их выведем на экран. Ключевое слово len. И дальше передаем наш слайс. И cap. Capacity. Cap и наш слайс. И теперь смотрите. Это мы сейчас закомментируем. А, это можно не комментировать. У нас значит 1bcdef. А, это вот это. Это вот это. Значит, у нас наш слайс. В нем 1, 2, 3. И у него. Capacity 3. Lend 3. На самом деле. Даже если мы ничего не добавим туда. Ничего не добавим туда. Только создадим через make. У нас все равно будет. Capacity 3. Lend 3. Теперь мы туда добавляем. Четвертый элемент. То есть, у нас длина массива 3. Максимальная capacity 3. Ну, как максимальная. Она не то, чтобы максимальная. Она возможна. Максимально возможна. На текущий момент. 3. И мы добавляем еще один элемент. И у нас наши len и capacity меняются. А точнее, они увеличиваются. Длина увеличилась на единичку. А capacity увеличилась вдвое. Давайте я здесь сейчас сделаю вот так вот. Лен. Да. Д, д. Cap, кап. Да. Вот так вот. Чтобы было. Приятнее вывод. Почему опять кап? Лен. Да. Лен. Длина массива. Длина массива. Длина массива 3. Capacity 3. Мы добавили четвертый элемент. Длина увеличилась на единичку. Стала четверочкой. А capacity увеличилась вдвое. 6. Соответственно, дальше, когда мы добавим еще сколько давайте добавим. Еще два элемента. Еще один элемент давайте добавим. Когда мы дальше добавим еще один элемент, у нас лен увеличится до 5, capacity не изменится. Даже мы когда добавим еще один элемент, то есть мы добавим два элемента, у нас лен станет 6, capacity не изменится. Но если мы добавим еще элемент сверх capacity, то у нас capacity увеличится вдвое и это слайсы слайсы это массивы динамической длины или динамической capacity то есть capacity увеличится вдвое когда длина слайса превышает максимально возможную capacity не вдвое в данном случае не вдвое а 6 12 в данном случае кстати вот не вдвое сейчас увеличилось интересно 13 12 12 12 после 6 увеличилось вдвое и после 12 она уже вот сейчас 12 будет и когда мы добавим 13 элемент она capacity станет 13 дальше голенк набирает capacity до какого-то наверняка предела кстати если вы знаете почему так работает пишите в комментариях и если вы не знаете то загуглите и напишите в комментариях будет интересно будет интересно далее вы наверное догадались что раз слайс это кусочек кусочки можно нарезать кусочки можно нарезать и в голенки действительно можно нарезать мы создадим массив массив строк с длиной 4 и собачка кошка какой-нибудь жираф и и какой-нибудь слон да мы создали массив почему я вот это не убирал здесь работа с массивами но у вас посадили еще один массив нам этого не нужно и здесь сейчас раскрывается самый важный элемент самый важный элемент что слайсы 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 не хранят в себе данные вот есть массив и когда мы создать давайте создадим такой же слайс давайте анимал рей слайс и так же его нет значит на самом деле вот этот слайс не хранит в себе вот этих данных под он всего лишь описывает секцию данных ниже лежащего массива то есть когда мы создаем слайс на самом деле мы создаем массив и за нас создают абстракцию над массивом называемую слайсом который позволяет добавлять в массив динамические динамические ну создавать массивы динамической длины то есть на самом деле под слайсами лежат массивы до внутри языка и слайс это все лишь обертка над массивами и поскольку слайс это кусочек давайте мы это такой кусочек и возьмем давайте мы возьмем c а а animals r и отрежем у него от нулевого элемента до второго элемента и посмотрим чему это будет равно и это будет кошка и собака да от нулевого до второго то есть нулевой от нулевого до второго то есть нулевой и первый нулевой и первый и теперь давайте возьмем еще создадим переменную b и отрежем другой кусочек от первого до третьего от первого до третьего то есть будет кат и жираф проверяем кат и жираф то есть у нас в а собака и кошка в б кошка и жираф и теперь да это слайс да не забываем что это слайс можно слайс видите у квадратной скобки без длины то есть здесь опущен тип данных давайте не будем опускать тип данных давайте напишем тип данных давайте var a да равно вот так сделаем var b слайс равно то есть это слайсы не массив если бы это был массив то это было бы вот так это массив так не получится сделать потому что мы кусочек отрезаем то была бы размерность но поскольку размерности нет это массив о это слайс и поскольку слайсы не хранят в себе данные они всего лишь ссылаются на массив который лежит ниже то соответственно слайс а с этими двумя элементами ссылается на массив animal animals are а слайс b со своими двумя элементами кэт и жираф ссылается также на эти два элемента в массиве animals are и следовательно этой логике следовательно этой логике если мы поменяем нулевой элемент слайса то во первых мы поменяем этот элемент во всех слайсах где он участвует почему потому что мы на самом деле поменяем этот элемент в массиве и поэтому мы его поменяем во всех слайсах хотя меняем его только в слайсе b и мы меняем нулевой элемент в слайсе b и теперь смотрим что у нас изменился слайс а и изменился массив dog cat cat жираф это слайсы а и b меняем дальше b нулевое 1 2 3 b нулевое это вот этот слайс то есть мы кошку меняем на 1 2 3 дальше выводим слайс а и у него тоже кошка поменялась на 1 2 3 и мы выводим массив данных animals are и у него тоже кошка поменялась на 1 2 3 хотя мы меняли элемент слайса но поскольку еще раз повторюсь слайсы не хранят никаких данных они всего лишь ссылаются на массив ниже лежащий массив данных который под слайсом да и поскольку слайсы часто приходится резать да массивы часто приходится резать то возникают всякого рода ошибки ошибки нарезания слайсов поэтому создали дефолтный дефолтный элемент отрезания так сказать то есть мы можем сейчас отрезать смотрите как давайте отрежем от с с пятого по шестой ноль один два три четыре пять пять с пятого по шестой то есть на самом деле здесь по идее будет только шесть фонт print one t здесь будет только шесть здесь будет только шесть посмотрите с пятого по шестой пятый включительно шестой нет да и очень часто режут не так то есть редко когда режут какую-то серединку очень часто режут сначала до какого-то элемента или с конца до какого-то элемента такой код часто встречается в продакшене в реальных проектах это действительно полезный функционал и как можно порезать значит смотрите давайте порежем сначала до какого-то элемента и потом с конца значит сначала то есть с нулевого до пятого ноль один два три четыре пять соответственно от одного до пяти будет print one t смотрим от одного до пяти теперь давайте порежем отрежем кусочек с конца чтобы отрезать кусочек с конца ну да с конца мы с пятого по конец по десятому а здесь это же элемент а по одиннадцатой по одиннадцатой будет ошибка по одиннадцатой будет ошибка ой это это по одиннадцатой будет ошибка потому что у нас capacity 10 у свайса и поэтому по одиннадцатой ошибка по десятой у нас получится отрезать и вот отрезали по десятой 6, 7, 8, 9, 10 и вот чтобы не допускать таких ошибок чтобы не допускать таких ошибок придумали тот самый дефолтный срез дефолтное значение среза как мы можем написать мы можем убрать ноль и написать ничего и это означает с начала до пятого элемента и мы можем здесь не писать 10 не высчитывать длину этого слайса мы можем просто оставить пустоту это означает с пятого до конца с нуля до пятого и с пятого до конца запускаем с нуля до пятого и с пятого до конца если мы ходим с нуля и до конца то мы говорим с нуля и до конца и это можно еще упростить давайте с нуля и до конца посмотрим вот это с нуля и до конца и это можно еще упростить мы можем сказать с нуля и до конца просто двоеточие здесь по дефолту 0 а здесь по дефолту конец то есть 10 нуля и до конца таким образом вы уменьшаете возможность ошибки которая может произойти когда вы ошибетесь в capacity максимальной capacity слайса и напоследок давайте создадим а массив про инициализируем массив точнее слайс слайс и он пустой нем ничего и давайте посмотрим на его лен давайте посмотрим на его capacity и давайте проверим что он new и вот нам адрес заботливо говорить что condition is always true то есть снил переменная снил это слайс который всегда new и вот мы выводим его он пустой ничего нет это двое квадратные скобочки длина у него ноль capacity у него ноль и слайс из нил мы вывели на экран потому что он new он new с нилом в гол венге есть безумно интересный кейс безумно интересный кейс о нем будем говорить о нем мы поговорим когда будем говорить про интерфейсы он описан и он описан и в но почему-то он не запоминается и как-то проскакивается я сколько не спрашивал головы нк разработчиков они всегда все затруднялись ответить почему так они мы поговорим он связан с ним мы поспорили только что они его поэтому я решил рассказать об этом мы они вам будем говорить да звучит он так ни у не но не вот звучит он так заинтригую на этом все спасибо большое за просмотр ставьте лайк пишите комментарии поддержите канал пишите комментарии как у вас проходит обучение голу энгу что нравится что не нравится спасибо еще раз за просмотр и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие видео пока